Всем доброе утро! В эфире новости. С вами я, их ведущий Антон Скалий. Сразу к выпуску. 79 лет считался пропавшим без вести. В администрации Алтайского края состоялась передача родственникам солдатского медальона нашего земляка Филиппа Александровича Емельянова, погибшего в 1941 году под Ленинградом. 79 лет Филипп Емельянов считался пропавшим без вести. Родственники ничего не знали о его судьбе. Единственное письмо пришло осенью 1941 года из-под Ленинграда. Филипп Емельянов сражался и погиб на так называемом Невском пятачке, плацдарме на левом берегу Невы, удерживаемой войсками Ленинградского фронта. Поисковики называют страшную цифру. С 1941 по 1943 год здесь погибло от 3 до 4 миллионов советских солдат. Наш прадед был найден на Невском пятачке на передовой линии обороны 115-й стрелковой дивизии. Нашли его в стрелковой ячейке вместе с двумя другими бойцами. Останки были неразделимы, поэтому было принято решение захоронить на воинском мемориале в городе Кировске. В городе Кировске на родину сообщили, что родственникам найден и теперь считается увековечен и считается погибшим геройской смертью при защите социалистического отечества. Нашего земляка нашел поисковый отряд Московской общественной организации «Поиск» под командованием Константина Новикова. Сейчас на месте последнего боя Филиппа Емельянова и других советских солдат установлен памятник из мрамора и корабельной стали. По словам Николая Радаева, внуки героя хотят посетить место его гибели на Невском пятачке. Передача медальона – это всегда событие исключительное и редкое, потому что, как я уже неоднократно говорил, из 100 найденных солдат только 2-3 имени. А даже из 2-3 найденных медальонов некоторые не прочитываются. Здесь тот самый счастливый случай, редкий случай, когда хорошо сохранился бланк и прочитано имя солдата. Напомню, в Алтайском крае сегодня насчитывается 9 поисковых школьных отрядов в Барнауле, Бийске, Белокурихе, Краснощоковском, Кулундинском и Табунском районах. Наши поисковики работают в Республике Карелия и в Крыму, в Калужской, Ленинградской, Новгородской, Смоленской и Брянской областях. В 2019 году в ходе полевых экспедиций алтайские отряды приняли участие в поиске, подъеме и захоронении останков 123 военнослужащих Красной Армии. Владимир Токмаков, Антон Червяков, Новости. Что делать с убылью населения из-за Алтайского края? Депутат Государственной Думы Николай Герсименко предложил свой рецепт решения проблемы. Депутат предлагает компенсировать сельским врачам все расходы на коммунальные услуги, включая отопление. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Государственную Думу на минувшей неделе. Как минимум, эта мера, по мнению Герсименко, позволит до 95% увеличить обеспеченность кадрами сельских медучреждений. По данным Росстата, Алтайский край вошел в пятерку регионов с наибольшей убылью населения в 2019 году. Население региона сократилось на 15 800 человек. Если в законе образования уже записано, 100% оплате коммунальных услуг, то в законе основы охраны здоровья этого нет. И здесь отдано на откуп регионов. А регион устанавливает очень разные суммы. Где 200, где 300, где 500 рублей. Пока еще зима не только на улице, но и в филармонии. Концертную программу «Вивальди и компания» сегодня представит ансамбль «Музыка для нас». В его составе артисты Новотибирского театра оперы и балета. Прозвучат бессмертные произведения «Вивальди», «Генделя», «Басха», «Далябака». Все в сопровождении старинного клавесина и органа. Солирует артистка новосибирской оперы «Анна Датай». «Музыка для нас». Уникальный ансамбль барочной музыки. Насладиться классикой можно сегодня. Начало концерта в 17.00. Билеты в кассах филармонии еще есть. На этом у меня все. Еще больше новостей ищите на нашем сайте katun24.ru, а также в наших группах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова